Программа Дня Города в этом году дополнена новыми мероприятиями. О сюрпризах самого масштабного и самого любимого ивановцами праздника на пресс-конференции рассказали городские власти. По случаю торжества областной центр посетят иностранные делегации из городов-побратимов. В сквере Якова Горелина планируется заложить кленовую аллею дружбы. Впервые за долгие годы свои двери для посетителей распахнет сад 1 мая. Несколько лет он был закрыт, доступа не было. Там велось строительство, запущенный совершенно сквер был. Сейчас там привели в порядок, сейчас решаются вопросы юридического характера, как дальше он будет функционировать. Но уже в День Города там будет проведен ряд мероприятий. На этот раз конкурс фейерверков будет более продолжительным, чем предыдущие годы. В общей сложности жители смогут любоваться зрелищным шоу на протяжении 25 минут. Конкурс будет судить жюри профессиональные. Этот конкурс вошел в календарь пиротехнических мероприятий страны. То есть это уже, так сказать, солидный конкурс. Безопасность горожан и гостей в День Города будет на уровне, обещают власти. Охранять покой горожан и следить за порядком направят 800 полицейских. О работе общественного транспорта жителям волноваться тоже не стоит. Мы единственное закроем, перекроем город на время, когда будет проходить шествие. А так, значит, по плану никаких срывов не должно быть. И после фейерверка, который закончится в 11.30, там быстро будет убрана территория. Это там смоют машины все стекло, если будет, и так далее. И сразу пойдет общественный транспорт. Я имею в виду по площади Пушкина сюда. До часа ночи мы планируем вывезти всех жителей с центра города, кто, по крайней мере, желает выехать. Особое внимание в День Города власти планируют уделить уборке улиц. Команды из Ивановских вузов будут соревноваться в том, кто больше в течение праздничного дня соберет мусора. А в 5 часов утра на работу в массовом порядке выйдут дворники и специализированная техника. К 8 часам утра от празднества не должно остаться и следа.